Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье. Через несколько минут начнется богослужение, во время которого будет исполняться одно из важнейших установлений Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И именно в этот день мы будем говорить о событии, которые имеют отношение ко всем, к абсолютно всем людям, живущим на земле. Откроем Священное Писание, второе послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава. И прочтем два стиха из этой главы, 14 и 15 стихи. Написано так, Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Если один умер за всех, то все умерли. Мы снова поднимаем свой взор на крест, пытаясь постичь тайну страданий Христовых, тайну Его смерти, которые неразрывно связаны с Его жизнью, со всем тем, что Он делал, которые неотделимы от цели Его пребывания на этой земле. Бог продолжал бы посылать на землю пророков Своих, которые обладали высшим знанием и делились с людьми божественным откровением. Если бы человечество нуждалось в силе, Бог послал бы на землю ангелов, которые могуществом Своим превосходят силу людей. И тогда они были бы на этой земле. Но Богу угодно было послать на эту землю Сына Своего, Который и умер за все человечество. И об этом пишет здесь апостол Павел. «Если один умер за всех, то все умерли». «Если один умер, то все умерли». А что это значит? Что хотелось сказать этими словами, этой фразой, этим утверждением? Святой апостол. «Один умер, все умерли». Как это понять буквально? Когда Христос умер, люди продолжали жить на земле. Они делали то, что они ходили. Каждый на своем месте. Даже на Голгофе, где было большое скопление людей, люди продолжали жить. Они могли говорить, они могли ходить, они могли действовать. Никто не умер. И оказывается, буквально мы не можем объяснить значение этой фразы. «Если один умер за всех, то все умерли». А как же ее понимать? «Один умер, все умерли». Обратите внимание, «один и все». Это уже говорит о том, что существует какая-то незримая, таинственная связь между одним, кого послал Бог на эту землю, и всеми людьми, живущими на этой земле. Эта связь есть. И Христос пришел на эту землю, как и все люди через рождение. Он вошел в человеческую семью. Он подчинился законам бытия, законам человеческой жизни, и рос, как все. И жил, жил для людей. И главная цель пребывания Христа на земле заключалась в том, чтобы освободить человека от последствий греха. В этом был смысл его существования. Потому что, когда грех пришел на эту землю, когда он ворвался в человеческую жизнь, он все изменил. Изменил бытие человека. Изменил природу. Изменил атмосферу. Изменил жизнь людей. И изменил все в худшую сторону. Все изменилось. Климат стал другим. Существование людей другим. Атмосфера другая. Условия жизни другие. Но больше всего пострадал человек. Все изменилось в худшую сторону. Но человек пострадал больше всего. В человеке изменилось нечто. В человеке появилась новая сущность. Новое естество, которое раньше не было. И Священное Писание. Эту новую сущность, которая образовалась в человеке, называет ветхим человеком. Называет плотской природой. Это естество человеческое. Оно стремится быть независимым от Бога. Оно противится Богу. Оно отделяется от Него и никогда не ведет человека в присутствие Божие. Это естество не признает Бога своим Творцом, но побуждает человека занять такое положение, как будто бы его вообще не существует. А человек сам по себе, он независим. Независим от своего Творца. Это естество человеческое. Оно стремится занять место Бога. Вот то место в сердце, которое должно занимать только одному Богу. Именно плотская природа, плод человеческая, оно стремится занять. И оно открыто выражает свое противление и свое противодействие Богу. А отсюда сосредоточенность человека на самом себе. Каждого человека. Все интересы человека вращаются вокруг самого человека и его я. Это отсюда поклонение себе, обожествление себя. Любовь к самому себе. Вот такое естество человека. Что делать? Вы знаете, что делать с этим естеством человеческим, с этой частью человека, которая противится Богу, которая не считает и не признает его власти, не признает своего Творца, который открыто возмущается, которая сконцентрирована только на себе, которая занимает в сердце человеческом место Бога. Что делать? Если бы этот вопрос прозвучал для человека, который жил 2000 лет назад в Римской империи, для просвещенного человека, который бы понял, что в человеке это естество, такое самолюбивое, гордое, не признающее никакого авторитета, кроме собственного, которое противится Богу, которое такое изворотливое, что человеку не справиться с Ним, и что он не делал, не получается, что делать с Ним? Если бы этот вопрос услышал человек, который жил в Римской империи, наверное, бы просто и решительно он сказал на крест его. Оно достойно распятия, пригвоздить его к древу. Тогда существовала такая казнь. И именно это совершил Христос. Совершил Христос, взяв на себя грехи человечества и пригвоздив их ко древу. Обратите внимание, Бог не исправляет порочную природу человека. То новое естество, которое образовалось внутри человека, оно абсолютно порочно. Оно абсолютно испорчено грехом. И Бог его не исправляет. Он не прикасается к нему. Бог абсолютно свят. Он не имеет ничего общего с грехом. И он его не исправляет. И поэтому смерть Христа была необходима. Потому что он взял наше на себя и пригвоздил. И умер. А вот поэтому важное значение имеет вера. Вера объединяет. Она обладает объединяющим действием. Если есть вера, люди объединяются. Люди доверяют друг другу. И так происходит повсеместно. И в человеческом обществе, и в семье, и в церкви. Когда только вера слабеет, слабеет вера человека к Богу, тогда начинаются сложности. Тогда человек замечает недостатки у другого, у ближнего своего. Появляется критика, появляется недовольство, появляется ропот. Как только это появляется, это сигналы о том, что вера стала слабой. Потому что, по сути, своя вера объединяет нас, людей несовершенных. Это ее основное действие. И точно так же вера действует по отношению Иисуса Христа. Как только человек начинает доверять Богу и понимать, что сделал Христос, эта вера объединяет человека со Христом, с тем, который умер на кресте. И человек, соединяясь со Христом, переживает благословение. То, что Христос сделал, плоды Его дела на Голгофе, на кресте, они переходят на человека. Человек становится обладать ими, начинает обладать ими. Он, отождествляясь со Христом, получает благословение о той смерти, которую Христос совершил. Потому что в противном случае, чтобы это естество не действовало, наше существование должно прекратиться. Но величайшая мудрость Божия и величайшая благость Божия к человеку заключается в том, что Он послал на эту землю Сына Своего, Который совершил наше спасение и освободил нас. Освободил нас от власти, от власти греха и плотской природы. Он совершил это освобождение. И поэтому, посмотрите, как звучат слова апостола Павла, «Если один умер за всех, то все умерли, все уверовавшие». Если один умер, то все, кто уверовал, они наследуют то благословение, которое Христос совершил для них. И теряется власть этой природы. Она остается в человеке. Но если она умирает, смерть – это слабость. Это крайняя слабость. Когда то, что имело место раньше, оно уже не проявляется, оно теряет силу, оно не влияет. И вот величайшая заслуга Иисуса Христа в том, что ветхая природа, хотя она присутствует в человеке, оно теряет власть над человеком. Оно перестает господствовать. Грех не должен над вами господствовать, как пишет апостол Павел в другом тексте Священного Писания. Итак, веру во Христа мы освобождаемся от влияния, от власти, плотской природы, того естества, от которого человек никакими другими средствами не может освободиться. Люди перепробовали все. Невозможно. Невозможно освободиться от своего естества. Это возможно только с помощью веры. А вот теперь 15 стих, который мы прочли. Мы еще раз прочтем. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. А Христос за всех умер. Вот здесь снова утверждение. Несколько похоже на прежнее, но в нем содержится несколько иной смысл. Этим утверждением апостол Павел подчеркивает, что Христос умер не только за людей, которые уверовали в Него, за всех, абсолютно за всех, за все человечество. Есть уверовавшие, но смерть Христа была за всех. Это значит, что каждый человек может воспользоваться плодами этой смерти. И если воспользуется человек, то в нем будут перемены. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Христос умер за всех, чтобы живущие не для себя жили, а для умершего и воскресшего. Первоначальная идея Божия заключалась в том, чтобы создать царство на этой земле, чтобы человек был царем. Но когда грех ворвался в жизнь человеческую, человек перестал быть царем. Он стал рабом. Он стал зависимым от греха. Власть греха была сильнее. И тот, кому он поверил, кто сказал ему, «Ты будешь как Бог, будете как Боги, если вкусите», то власть и распространялась над человеком. Но идея царства, она продолжала существовать. Бог не оставил ее. Если он наметил то, что Бог намечает, он осуществляет. Человек может оставлять свои планы, Бог никогда не оставляет. Это существование активно началось в воплощении этой идеи, когда пришел Христос. И смотрите слова Иисуса Христа. Перед выходом на свою миссию, на свое служение, он говорит, «Приблизилось Царствие Божие!» «Покайтесь и веруйте в Евангелие!» Царство Божие приблизилось. Когда он учит учеников молиться, дает им образец молитвы, говоря о том, как нужно взывать Богу. Молитва «Отче наш!» Есть важные слова. «Да придет Царствие Твое!» И Бог осуществляет эту идею через Сына Своего. И раньше, когда грех властвовал, она была неосуществима. Люди поступали, как хотели, как жили, как они представляли себе. Но вот Христос отдал жизнь свою, так, чтобы эта власть была устранена. И посмотрите, как звучит этот стих. «А Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Раньше Господь попускал, чтобы каждый поступал так, как Он считает. И Он не вменял людям преступления их. Так было раньше, так было до смерти Иисуса Христа. Но когда она совершилась, воля Божия в том, чтобы человек не для себя жил, не был в рабском подчинении этой плотской природы, не был зависим от нее, а стал свободным, стал царем, жил в соответствии первоначальной идеи Божией, не для себя жил, не концентрировался на себе, но жил для Бога. Христос умер для всех, чтобы живущие уже, это определенная веха, смерти Иисуса Христа, когда человек может быть свободным, когда образ Божий может раскрываться в нем, и не только раскрываться, но в полной мере проявляться. И Христос тоже говорил об этом. Он говорил такие слова. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой, и следуй за Мною. Обратите внимание, отвергни себя и возьми крест. Это идея смерти, идея умирания. Умирание того, что есть, то, что властвует над человеком. То, что отвергает Бога без всякого стеснения, без всякого смущения. Отвергни себя, возьми крест. В то время крест несли люди и шли на смерть. Это идея смерти. И дальше следуй за Мною. Это жизнь. Будучи свободным, следуй за Мною. И для того, чтобы следовать, требуется смерть. Требуется распятие этого грешного, порочного, абсолютно порочного и неисправимого даже Богом. Требуется отождествование со Христом посредством веры. И без смерти невозможно идти. Так и в жизни Иисуса Христа наступила смерть, а потом воскресение. И поэтому смерть и крест имеют значение для нас, для каждого человека. Многие пробовали идти за Христом. Когда человек читает Слово Божие, слышит замечательные высказывания Иисуса Христа, в человеке рождаются высокие порывы. Они пробуждают в человеке совесть и лучшее. И человек пробует идти. Но вы знаете, если человек не отвергает то, что властвует над ним, он идти не сможет. Даже если он принимает Святое Водное Крещение, присоединяется к Церкви, присутствует на богослужениях, он начинает идти, но этот путь не будет долгим. Он пройдет какое-то время, а потом не сможет. И он оставит. Он уйдет. Его не будет среди святых Божиих, которые чтут и поклоняются Богу. Не будет. Потому что не произошло умирания того, что препятствует человеку идти, что препятствует жизнь, новой жизнью, жизнью воскресшего Иисуса Христа. И поэтому и смерть Христа, и воскресение, они отражаются в жизни человека, в распятии, умерщвлении веткой природы человека и в новой жизни. Этот порядок должен соблюдаться и у нас. И каждый из нас может уже жить не для себя, а для Бога. Это самая правильная жизнь, это самая счастливая жизнь, в которой образ Божий развивается, раскрывается и проявляется. Человек чувствует себя свободным, он может делать то, что он хочет, к чему призвал его Господь, к чему определил, а без этого он раб. Он хочет освободиться, он хочет стать другим, хочет быть лучше, и ничего не получается, пробует и не получается, снова пробует, нет, не может, эта власть очень сильна. Человек не побеждает. Эта победа приходит в жизнь с верою в Господа и Спасителя Иисуса Христа через отождествление с Его смертью. И дай Господь, чтобы каждый из нас жил для Иисуса Христа, жил новой жизнью, жил тем, чем предусмотрел изначально Господь, когда Он создавал человека, когда Он создавал его, чтобы этот человек был царем, видел Бога и подчинял свою жизнь Богу, чтобы он был свободным, не был рабом на этой земле, и чтобы все дела его были отражением Божьей славы, Божьей могущества, чтобы в них была красота, благоухание. И дай Господь, чтобы через нашу жизнь, через приближение к Господу, через участие в святой трапезе эта Божья жизнь развивалась в нас. Мы не должники, плоти. Кто знает Иисуса Христа, тот имеет эту свободу, он освобожден, и пусть имя Божие будет прославлено в жизни каждого из нас. Аминь. Мы встанем для молитвы. Закончилось богослужение. Я надеюсь, каждый из присутствующих мог получить нечто ценное для себя. Все мы находимся на пути к вечности. В определенный момент она откроет свою дверь перед нами, и мы войдем в нее. Чтобы войти, достаточно несколько минут. А чтобы подготовиться к вечности, требуется много времени, требуется вся наша жизнь. Самые искренние пожелания вам, дорогие телезрители, находить время для себя, для своей бессмертной души, для размышления о драгоценных истинах Господа нашего Иисуса Христа. Божьих благословений вам на пути подготовки к вечности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова